Финал Кубка. Что можете сказать, ожидания, прогнозы? Ну, во-первых, хотел бы немножко пререкламировать работу РФС. Не от того, что я там присутствую, а от того, что планку ребята подняли настолько высоко, что удержать и все удивлять нашу публику все сложнее и сложнее. Но то, что разогрев Кубка получился, это и получится, я уверен, на максимальном уровне. Потому что Баста Нигматулла, мой друг, я его так могу назвать, Руслан Нигматуллем для всех из Америки прилетает по диджействовать. Полина Гагарина, и повторюсь, Баста, это, конечно, уже мэтр нашей музыки, будет разогревать наших болельщиков, искушенных. Поэтому я считаю, это очень здорово. А по командам ЦСКА, мне кажется, выгнется более целых. Краснодар хорош, конечно, без вопросов в атаке. Но есть вопросы, как неожиданно у меня возникли по Сафону. Потому что после зимы он допускал очень много ключевых ошибок, непосредственно влияющих на результат. И здесь, может быть, в такой игре как раз не хватит, наверное, опыта финала, нежели ЦСКА. Поэтому ЦСКА нам в этом плане более, в процентном соотношении, более фаворит, чем Краснодар. Но Кордоба-Спертян, конечно, связка очень хорошая, мощная. Ну, на мой взгляд, конечно, фаворит ЦСКА. Потому что, во-первых, опыт уже финалов у них большой. И знать, как действовать в этих матчах. Играют в Москве, наверное, больше болельщиков придет. Ну, за Краснодар то, что команда никогда ничего не выигрывала. И, конечно, ребята будут очень настроены, чтобы в истории Краснодара 1 профиль завоевать. Поэтому я уверен, будет такой очень напряженный матч. Возможно, даже дело дойдет на финаль. Да, я думаю, в принципе, без фаворита. Ну, то есть, номинально то, что ЦСКА в Москве, я думаю, что не более того. В целом, две команды достойные финала, прошли неверкий путь к финалу. Я думаю, что будет красивый и грязный футбол. В принципе, все команды, обе команды ориентированы на атаку. Поэтому надеюсь, что и атакующая игра на обоюдных курсах, так сказать, с обоюдными моментами пройдет интересный футбол.